ну что ж как и обещал я решил рассказать про конвертеры что такое конвертер конвертер это современная технология это шаг вперед это у нас источник это у нас сиди плеер это у нас сетевой проигрыватель это первое что у нас в сетапе не считая компьютера для чего нужен конвертер и что это такое чуть подробнее я расскажу не буду углубляться не вижу в этом смысла могу рассказать лишь одно то что если бы мы с вами были в 90-х годах то мы бы имели сиди плеер рассказывали про него если бы мы имели сиди плеер и нам бы рассказывали сейчас в современном мире и нам бы рассказывали про конвертеру то мы подумали как да что нет сиди плеер он крутит пластинку и сиди там у него трансформаторы всякие там и чипы сразу все это и транспорт там все и лазер какой еще конвертер вот то есть ну то есть люди не понимают что уже шаг вперед настолько сделано что сиди плеер все-таки это устаревшая техника и конвертеры могут или вылете сиди плееры как вообще спокойно очень даже вот соответственно сетевые проигрыватели это промежуток между сиди плеером и конвертером сетевые проигрыватели уже используют люди то есть они не готовы умственно дойти до того что конвертер может ну какой-то там чип всего лишь плата там да еще пару каких-то там деталей заменить целый дорогой сиди плеер для них сделан промежуток сетевой проигрывать они вроде понимают что это как и сиди плеер такая коробка похожий на него ну только диск не надо втыкать туда флешку надо втыкать конвертер нужен для чего у нас есть компьютер у нас есть интернет вам не нужна флешка вы заходите допустим на яндекс музыку выбираете там и картинки уже есть и все рассортированные все альбомы любого вообще хочу послушать дзт хоп зашел альбом такой доход все в шикарном качестве шикарном качестве еще раз повторюсь мы к допустим компьютеру или ноутбуку подключаем шнур юсб втыкаем в конвертер и конвертер у нас становится сиди плеером как-то так одни из первопроходцев конвертеров которые показали хорошие результаты является gustart u12 gustart это китайская фирма китайцы они любят найти какого-то топ производителя быстренько копернуть его подшаманить там немножко перевернуть микросхему чтобы было непонятно немножечко там какой-то дизайн изменить но в целом это уже изначально и похоже на топ продукты и в принципе внутренняя часть полностью совпадает может быть чуть-чуть как-то элементы подешевле но в целом звук в 10 раз дешевле хуже не в 10 раз а хуже там но процентов на 10 на 15 чем продукт в 10 раз дороже итак рассмотрим gustart u12 что же это такое конвертер и так gustart u12 384 килогерц 32 бита дичитал аудио интерфейс в язык смаз ну здесь у нас на табличке не таблички на мониторчике он показывает разрядность чистоты из металлического корпуса он сделан достаточно добротно весит он полтора где-то два килограмма подпитание у нас а с коаксиал и 2s то есть тот же hdmi никого не надо запутывать и 2s это тот же hdmi оптика и юсби то есть юсби это у нас от компьютера сюда втыкается таких на ручках казалось бы вот эта штука для чего нужно тащи какие-то лишние хренатень китайская которую в окно надо выкинуть допустим мы имеем с вами цап цап это уже и есть в принципе наша звуковая карта у него и так сзади есть вход под юсби казалось бы зачем нам еще какая-то штуковина в которую должен втыкаться юсби а потом она должна соединяться с сапом ну давайте проверим разницу напрямую подсоединение шнура юсби форутек gt2 шнур называется юсбишный от компьютера густарду x20 на двух сабрах 9018 и через ю 12 давайте посмотрим интересно протестировать нужен ли ю 12 или вытянуть его в окно итак пример 1 вот нас синий шнур шнур форутек gt2 юсби мы берем его и напрямую втыкаем самый нижний густард меняем у нас здесь положение на юсби то есть к саму густард я включаю везде а вот он 48 понял и на джей ривери мы включаем то что мы хотим послушать ставим микрофон настроенный примерно на средний частотник и на высокочастотник ну конечно у нас не супер профессиональный микрофон поэтому тут ждать ничего особого не придется попробуем попробуем попробую включаю слушаем трубу слушаем 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 да ладно так ну вот я паузу поставил Видно, что тут ничего не горит на Гостарде. Вот как там было, так и осталось синенькое. Снурочек в X20. Вот только что я его прямо вытащил. Воткнул сюда. Гостард Ю12 не имеет питания от ноутбука или компьютера. Сейчас загорел сразу же монитор. Он питается от сети. Просто мониторчик питается от компьютера. Вот, 44.1. Там 48 была. 48, сейчас посмотрим. Вот, 48. Пошла тема. Сейчас мы включим, посмотрим разницу. Еще раз постарайтесь обратить внимание воздушность трубы. Насколько она летит. Ах, да, забыл переключить. Теперь у нас на X20 подключение и два SPA HDMI кабеля самому какому-то левому. Это Philips. Румба! 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 Да, конечно же, человеческое ухо — это не микрофон, на котором я записываю, и все нюансы услышать невозможно. Но еще раз обратите внимание, когда все инструменты играют в самом начале, как звучит рояль на первом видео, где нету U12, и где он есть, как четко он звучит, где U12, а там его вообще не слышно. Разделение инструментов, где они все вместе играют, и в U12, когда во втором видео звучит, слышно вот эти вот хлопочки в студии, которые еще... Не все хлопают, а только иногда... Это не помехи. Это хлопочки в студии. Слышно, а до этого их не слышно. Что еще? Тарелочки. Все в U12, слышно отдельно, они прям шелестят идеально. И это всего лишь какая-то сраная коробочка. Да, она работает. Может быть, вы это не услышите в своих наушниках. Надеюсь, вы слушаете это не через колонки, потому что через колонки точно вы не услышите это. Вот. Ну, U12 работает. Покупайте U12, это хорошая вещь. Не тупите, не слушайте эти форумы, где пишут, что это что-то не то, это не работает, это китайщина. В следующем тесте я покажу, что такое SYNXER, SYNCHER. Мы его любим называть так в России, потому что название это интереснее, чтобы хер в конце был. Ну, соответственно, SYNCHER. Вот. Тоже китайская новая хренатень. Это конвертер, который произвел сейчас BOOM. Так как не... Ну, вот первый BOOM произвел U12, GUSTARD. Он очень круто показал себя на рынке. И мы сейчас поэтому сняли передачу про него. Это абсолютный Best Buy. То есть, это самые лучшие потраченные деньги. И за эти деньги максимальный прирост в звуке. Он стоит всего лишь 12 тысяч рублей. Вот. 12 тысяч рублей. Можно его купить. Пожалуйста. Я ссылочки укажу под видео. И посмотрим в следующей передаче, что такое SYNCHER. SYNCHER. Это уже еще один прорыв вперед, но он стоит дороже. Мы его рассмотрим в следующей передаче. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Также я хотел еще отметить то, что E2S HDMI, это соединение конвертера, допустим, и ЦАПа. Сейчас идут споры на форумах, что лучше он, современнее ли он, чем COXIAL, AES или еще что-то, или хуже. Да, он лучше. Это 100%. И мы снимем про это тоже передачу. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. До свидания.